Уважаемый Владимир Владимирович, губернатор Московской области Воробьев пытается устранить меня за то, что я против ликвидации Серпуховского района, за то, что я против размещения гигантского потока московского мусора на полигоне Лесная. На протяжении последних лет власти Подмосковья устроили финансовую блокаду нашему муниципалитету, демонстрируя отношения к жителям района как к людям второго сорта. Мало того, они оказывают давление даже на мою семью. 11 апреля комитет лесного хозяйства правительства Подмосковья вышел в суд с исковым заявлением по изъятию земли под моим домом, якобы она принадлежит Гослесфонду. Всем хорошо известно, что 10 лет назад, когда участок выделялся, он был согласован, в том числе и с Лесфондом, и последующие проверки показали, что все законно и обоснованно. Как и следовало ожидать, после этого поступил звонок Михаила Михайловича Кузнецова, руководителя администрации губернатора Московской области, где он в простой, незатейливой форме предложил, чтобы решить проблемы, написать заявление об отставке. Когда я сказал, что это невозможно, ответил мне, что в таком случае вы суд проиграете, на тебя будут возбуждены заказные уголовные дела, ты будешь арестован, а семья пойдет по миру, так как дом мы заберем. Сказал мне, что эта позиция согласована с Андреем Венеминовичем Ярином, начальником главного управления внутренней политики администрации президента. Честно говоря, я не поверил ему, но когда мне раздался звонок из приемной Ярина, и мне назначили встречу сначала на 28 апреля, которая прошла, а последствия 2 мая, то я был удивлен немало. На совещании присутствовал Ярин, это происходило на Старой площади в его кабинете, Иван Иванович Скачев, начальник управления КФСБ России и небезызвестный Михаил Михайлович. Не надо там, тем более я тебе говорю, и с домом тебя оставят в покое, и с Дорофеевым разговаривали, и с Воробьевым разговаривали. Слушай, Воробьев поднял на уровень президента. Ты вы не понимаете? Ну, в смысле он поднял на уровень? Он что, про Шестуна сказал? Да. Что Путинова? Да. О конфликте, об этом говорит директор, об этом говорит сейчас уже на уровень подняка Кириенко, я буду с ним завтра замечаться. Об этом говорит, ты шутишь просто нам, тебя просто катком переедут, но тебя все равно подтянут, ты будешь сидеть пока тебя будут держать, ну пойми. Сугробы ты видел, да, проехали? Видел, да, там, по Сугробу проехали. Красиво, жестко, но команда. Я бы сказал, что сколько надо. А? Я бы сказал, что сколько надо. Да, ну я тебе скажу, это целенаправленно, много такого, и ты, я понимаю, что все. Тебе зачем? Чего возраст, сколько? Мне 52. Ты хрена, ты что, не хочешь, уже все? Ну, какого бы, ну вам не жалко, да, мои 5 детей там и так далее? Мне жалко, я не об этом говорю. Вот ты не допустай того, что тебя просто переедут, и ты просто, на что, у тебя будет ахунина проблема. Да я понимаю, что меня по сайту даже вообще не сомневаюсь, вообще без проблем. Нахрен мне-то надо. Нет, я вообще... Ты же вопрос, не то, что посадят. Нет, 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 нет. Вопрос, слушай, зачем тебе, проблему тебе, жене, детям, это. Да отойди ты в сторону, ему тоже недолго, поедь. Я имею ввиду губернатора. Поэтому самая лучшая проблема, самое лучшее решение, эти бывают, бумагу, она без даты, оставляешь. Решается проблема, суд умирает, это все решается. Здесь ты спокойно сидишь, спокойно к сентябрю уходишь в отставочку. Ну так давайте дождемся решения суда, как можно вот так до решения суда, да, как бы, ну, сливаться. Жди, тогда суд ты проиграл. Ну это понятно, что суд я уже проиграл, да. А вот если ты сейчас напишешь, ну могу, уйдешь, что суд ты выиграл. Не выиграю, да. Выиграешь. Знаешь, команда президента, Айтериенко. Хочешь ты, ты не хочешь, ты не будешь, Саша. Я тебе говорю, поверь мне, я все-таки Соловьев, Мариэл, губернатор Мартелло, Мэтт, они тоже так же говорили, да? И они тоже уперся, и один, и второй. Вообще никаких. Вообще нет шансов. Все списки согласований начинают от губернатора в район на выбор, и все идут через меня, я вижу. Я тебе говорю, я вижу, кого переедет через месяц, кого через два, через три, кого сменят, кто сам, кто боится. Они какая-нибудь, я тебе говорю, большая идет. Все решается, у него, ты ему отдаешь, он кладет в сейф. То же самое сделал это, между прочим, как я тебе говорю, Соловьев, которому он, он, это, и Мартелло. Мартелло приехал сюда, его ломали две недели. Он написал, положили в сейф это, а ушел и раскрутил, все в обратную сторону пошел. Его бы никто не рисновал. Им дали всем возможность красиво уйти. Если бы они не пошли в противовес, против, его бы никто не тронул. Они пошли в противовес, была команда. Параус поехал. Данная встреча на Старой площади в кабинете у Ярина превзошла самые худшие мои ожидания. На ней все повторилось то, что было с Михаилом Михайловичем еще в более жесткой форме. Ярин потребовал у меня в ультимативной форме написать заявление об отставке. В случае, если я не напишу, будут возбуждены заказные уголовные дела, дом мой отнимут, а меня посадят в тюрьму. Предлагал мне различные должности, предлагал различные другие блага. Если мы дальше хотим двинуться, то должно поступить от вас заявление. Это заявление я при вас закрою все. Мы с Иваном Ивановичем проговорили в данном случае, да, в этот момент. Есть вещи посленные, как то информационное молчание и отсутствие дискуссии в прессе. Раз. Второе. Есть абсолютно конкретные материальные обязательства, которые должны быть выполнены. В частности, должны быть недобрым скорректированной ситуацией по суду по вашему закону. Конечно, 17 числа. Понимаете, да? Более всего, будут требовать от Михаила Михайловича составление сопротивления от куберната некого сетевого графика. Понимаете? Вот. В этой связи вполне возможно, что они вопросы решат гораздо быстрее. Да? Но давайте мы сейчас не будем управлять, какие строги от обыкнуть. В любом случае, ваш код должен дать вам возможность сохранить лицо. Любые движения в эту сторону, я вас услышу, я буду делать. Вы комитет, вы свободный человек, в жизни Российской Федерации, да? Своё отношение к Затарину Воробьёву вы можете выстраивать без Господа Качёвы, или Судина Ян. Это логично. Да? Вы, если вы хотите, в моём лице, где в лице Ива Ивановича, да? Обратите внимание, я сегодня поменял местные дислокации, да? За этим столом. Так вот, если вы хотите, в моём лице, иметь некого гаранта, или, как скажем, человек, который готов за вас что-то, что Воробьёв говорит, вы должны сделать не тиша. Да? Я, со своей стороны, если вы в этот шаг говорите, гарантирую, что я себя буду вести порядочно, в равном достигнутом за этим столом договорённых. Да? Понимаете? Я не отдам этот, ход, не дам ход этому заявлению, пока не буду уверен, что то, о чём мы здесь договорились, да, будет выполнено. Другое дело, что всё это делают, но я в том случае, если я, как бы, с вашей стороны, тоже имею, ну, понятное обязательство, что вы идёте в себя нормально. Когда президент подписывает, тогда всё происходит. Клогично. Да, вот здесь та же самая история. О том, что написали, написано, пишется, что мы знаем, что четверо раздельлись и Воробьёв, да? Всё, мы больше не комментируем. Это, да? Вот. Если меня спросят, то я ничего не знаю, я же установил, вот ты же не один раз на казачьем параде, или два, понимаете, как бы было понятно. Вот. Вот, наверное, всё. Давайте мы с этим закончим. У меня вопрос, соответственно, к вам, вы писать будете или нет? Вот давайте, чтобы мы время не теряем. Если вы будете писать, я, по-моему, всё сказал. Я больше, ну, честно говоря, расшатываться, расшатываться, не хочу. Мы двигаемся в правиль. Если нет, тогда, собственно говоря, на чём мы это сам? Заявление должно быть вот такой формы. Не мои юристы проработают, надо вот такой формы. Достаточно примитивно, можно написать, прям сейчас, вот, бумага перед вами, ручка вон. Я после этого вот этой папки, где все материалы доступны, электроничные пятичеты, её закрываю все, когда она там находится. Что касается, ещё раз говорю, там, мои гарантии и так далее, но предметно, от Ивана Манчева обсудили, у нас единая позиция, что делать надо. Более того, мы настолько тесно связаны в целом ряде процессов, и в этих кабинетах у нас не шуткует, понимаете? Я уверен, что это достаточная гарантия, вы можете навести у своих знакомых, они знают меня, они по-настоящему. Достаточная гарантия, что вы были уверены в том, что, чтобы, говоря, пока я не пойму, что всё нормально, и все ваши условия удовлетворены, я напомню, будет два материала, это дом, и второе, что вам надо дать, а, сохранить длицу, и б, чтобы вся медимия травли была закончена. Я говорю откровенно, в противном случае, противном случае. Дать Бога, он посмотрит, кто вы уезжает. Слушайте, вы разберетесь лучше, у меня есть понимание, кто наезжает. Я допускаю... Сепхо? Да. Все. Можно, да, да, ну, только что касается там, ну, сепхо-сепховской истории, мы, конечно, отрегулируем, но это точно, там, последствием с корееком. Ну, не буду, почему. Они сегодня две центральные газеты звонили. Забыли. Забыли. Ну, мы не сгибались с газетой, но, в смысле, нам это не нужно, просто искать. Все, все понятно. Вот, если вы... Да, у вас же есть телефон, написали, там, мне звонят, вы же пишите, когда нужно. Я отрегулирую. Ну, то есть... Не заставляй меня билинг, я тогда нос тебе утром. Прекрати. Хорошо. Я точно не... Я тебе говорю, да, прекрати. Вы слышите. Не надо, я подниму тогда скандал. Хорошо. В кабинете в этом кабинете решаются судьбы очень многих людей. Поверьте, судьбы глав района решаются в кабинетах ниже уровня. Вот, поэтому, если бы мне надо было упаковать, что нам уже не за этим на уровне, да, я бы, наверное, это сделал, не тратить второй час, понимаете, обсуждая там простые, понятные вещи. Да, я пока не готов подписать. Вам надо было принять мое предложение. Вы его не приняли. Будем считать, что этого разговора нет. Хорошо. Все, спасибо. До свидания. Мне все это напоминало фильм про гангстеров, про конец 90-х, когда бандиты клали утюги на живот своим жертвам. Я не мог поверить, что это происходит со мной, что такое могут говорить государевы люди, такой открытый шантаж не только меня, но и моей семьи. А я имею пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние. Ведь даже у гангстеров моральный облик гораздо выше. Сейчас будут тебя по всем фронтам, сейчас тебе следствие, прокуратура со всех сторон тебя будут окружать. Тебя будут давить, искать возможности для того, чтобы тебя заколбатить. Мы тебя и так снимем оттуда. Представляешь, что даже снимать по либорации, у меня вопрос. У тебя сейчас заточат за Россией. У тебя к отходу не едет. Вот Россия им стоит, знаешь, помочь эти главы сейчас. Они тебе просто переедут. Здесь основная сила, это Россия. Я понимаю. Россия управляет. И прокурорами, и ментами, и по разуму. Они взаимодействуются. Я просто перееду сюда. Я все-таки не только отработал. Я уже не одного губернатора. Они завезут твои дела в 8-7-летней давности. У нас срок давности 10 лет. Да, это 100%. После этого тебе нарисуют просто-напросто это. То есть это приедет, не я приеду, а приедет Москва. Понимаешь, да? Да, понятно. И вот ты. Те-то подручники подвереньки. И вот так заберут по проектам, кинутся. А потом нароют и закроют. Это даже у меня нет сомнений, Иван Иванович. Вот типичный твой, покажи мне Удмуртию, там, Царь-Болку. Покажи мне Мари-Артель, Царь-Болку. Сахалин. Владивосток, он был самый крупой, да он такой, он на мае-мае-махе. И он росла в России. Я тебе говорю, я работал по всем губернаторам, по всем главам, по всем коронавцам. Мы увидели, что-то там, люди все помнят. Но если команда пошлась, мы сейчас нагибаем Айфа-групп. Железно, с Фридманом Сайеном. Мы набираем Фридман в курсе, да, мы нашли 80 миллиардов. Ребят, один френд команды Буш-Арты. Пяти из тебя, как он проехал. Дома не сносится, еще нет ни одной такой практики, чтобы оснащили дома. Но, соответственно, опять же, не накладывается овес, и судебные приставы. После этого встречается каток, вознуждается два уголовных дела. Ты живешь на калах, не ходи туда, а почему нет, а на славу. А я что делал? Да на идут-то не ужин. У меня подписано все планшеты лесников. Помни, они работают в других, у тебя в ущерб. А, я понял. Они тебя начнут в ущерб, арестовывают дома, в такой государственной, в какой-то... Я понял. Согласен, согласен. Они начнут не только это, они начнут у тебя квартиры, они начнут у тебя бизнес, счета твои, жены, все... Согласен. Аресты делают. Согласен. И все. Я тебе скажу, что подушек подешек. Они делают глубокий подход возле. Понимаешь? В тот момент, когда ты до выборов, они до выборов тебя захатают. Когда народ будет понимать о том, что шестунь вон, шестунь негативный, шестунь там-то, там-то. Ты будешь сидеть, кто придет на власть, кто будет отвечать. Когда покажут это все в телевидении. 3 августа 2017 года я выиграл суд по моему дому, так как судебная экспертиза и экспертиза следствия были в мою пользу. Однако давление со стороны правоохранительных органов, как и было обещано, с каждым днем нарастает. Новые угрозы стали поступать на фоне обострения экологической ситуации, когда власти района согласовали проведение митинга против полигона Лесная. Тебе не надо еще организовать подобного. услышь меня, это не надо делать, потому что твой полигон, это следующий, где будет произведено наведение порядка. Иван Иванович, сегодня туда привезли в три раза больше положенных машин по лицензии. Вчера в четыре раза больше. Я знаю, я знаю, я знаю. Пусть остановят, проблем же нет. Я просто хочу, чтобы ты меня услышал. Также от меня потребовали не участвовать в предстоящих выборах в сентябре на пост главы Серпуховского района. И у меня остается одно обладательное условие, соответственно, ну, в целом, политическое условие, да, и привязанное хозяйство есть. Оно связано с вашим спокойным пребыванием в Серпуховском районе. Вот, мы найдем, соответственно, местного человека, который пойдет на выбор на ферра, и будет вам спокойно. У нас, я в Хосковском районе, не только везде. Как вы можете сделать выбор главы, когда вы не можете по закону сделать? 5 апреля в 11.00 Московская областная дума приняла решение о прямых выборах в Серпуховском районе. А уже в 11.30 к нам ворвались в масках и бронежилетах сотрудники областного ФСБ. Вели они себя крайне жестко. Кувалдами выносили двери, незаконно удерживали женщин до пяти утра. На протяжении длительного времени на меня оказывается колоссальное давление. Несмотря на угрозы мне и моей семье, я обнародую данные факты, требующие проверки. Уважаемый Владимир Владимирович, подобные действия чиновников столь высокого ранга разрушают авторитет нашей страны, России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok